Простая забывчивость или намеренное нежелание оплачивать коммунальные услуги. В Гродно продолжают бороться с неплательщиками. Кому приходится вынужденно отключать воду и почему из раза в раз, службам необходимо напоминать горожанам об ответственном отношении к оплате коммунальных услуг. 9 месяцев задолженности хозяин трехкомнатной квартиры на Домбровского о квартплате, видимо, забыл. Основной долг мужчины не такой большой – полторы тысячи рублей. А вот пеня за это время набежала немаленькая – 6700 рублей. В связи с большой задолженностью за коммунальные услуги данному жильцу недократно отправлялись уведомления, в связи с чем он никакой реакции не проявил. Ему была в последующем отключена электроэнергия, так как после этого также ничего не последовало. Было принято решение отключить канализацию данному жильцу. Благодаря данной установке производится отключение канализационного стояка для данной квартиры, в связи с чем не будет возможного доотведения. В Октябрьском районе также есть граждане, которые забывают о своих обязанностях. Так, в одной из квартир по улице Поповича от разговоров коммунальные службы перешли к делу. Жилец квартиры недократно был предупрежден о необходимости уплаты за должности. Однако за четыре месяца уплату так и не произвел. Поэтому мы прибегаем к крайней мере блокировке канализации данной квартиры. Алгоритм работы с неплательщиками в Гродно работает по четко проработанной схеме. Мы в ЕРКЦ формируем списки должников, направляем их в УЖРП Ленинского и Октябрьского района. Организации отправляют предупреждение о том, что им предстоит отключение коммунальной услуги. Дается пятидневный срок на добровольную оплату. Если же оплата не поступает, наступает процедура блокировки. Так, за 2024 год блокировка водоотведения произведена по 10 адресам. Блокировка водоотведения означает, что слив ни в санузле, ни в кухне работать не будет. То есть, пользование канализацией полностью приостановлено. Чтобы вернуть назад все коммунальные блага, неплательщикам необходимо вспомнить о задолженности и начать ее гасить хотя бы по частям. КОНЕЦ КОНЕЦ